Информационная программа события на телеканале Лида ТВ. В студии Алексея Водейко. Здравствуйте! Начинаем выпуск с анонса материалов наших корреспондентов. В поле внимания дороги района. На заседании Лицкого райисполкома рассмотрен вопрос о состоянии дорожной инфраструктуры региона. Спасают урожай от чрезвычайных ситуаций. Сотрудники Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям контролируют соблюдение пожарной безопасности во время жатвы. А сейчас подробности этих и других тем. Фокус на безопасности новой технологии. На заседании Лицкого районного исполнительного комитета был рассмотрен вопрос о состоянии дорожной инфраструктуры в регионе и перспективы ее развития. Ведущая роль во всех внешних связях региона отводится автомобильной транспортной инфраструктуре, сети республиканских и местных автодорог. Об их состоянии, проводимых работах и перспективах проинформировал заместитель председателя Лицкого райисполкома Андрей Коврига. Обслуживание и содержание дорог республиканского значения существует ДО-55 РУП Гродно-Автодор. В его ведении 5 асфальтобетонных дорог общей протяженностью 175 км, в том числе и транспортная артерия «Западный обход». Это 14,5 км объездной дороги, проезжую часть которой предполагается расширить до 4 полос. Здесь предусмотрено устройство трех подземных пешеходных переходов, пешеходных и велодорожек, ливневой канализации, освещения. Реконструкция обеспечит отток транзитного транспорта с улиц Свердлова, Ленинской, Коммунистической и Проспекта Победы. Проект планируется реализовать к 2025 году. Кроме того, на территории Лицкого района пролегают 651 км местных дорог, которые обслуживает ДРСУ-157 Гродно-Облдорстрой, и 274 км дорожной сети в Лидии-Березовке, порядок на которых обеспечивает Лицкое ЖКХ. По решению райисполкома, Лицкое ЖКХ теперь на постоянной основе будет проводить работы по ликвидации трещин в асфальте, используя резинобитумную дорожную мастику горячего применения. Это позволит предотвратить образование критичной ямочности и разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части. Для развития велодвижения до ноября будут разработаны схемы устройства велодорожек на улицах Лиды и Березовки и в городских зеленых зонах. Об изменении дорожного движения. В Лиде, вблизи Центрального рынка и Средней школы номер 11, движение для транспорта будет односторонним. Лидская госавтоинспекция инициировала данные изменения для увеличения пропускной способности и оптимизации парковок для автомобилей около Центрального рынка. Сегодня, 26 июля, начались работы по изменению организации работы дорожного движения по улицам Комсомольской, Интернациональной и Радюка. Избыточная ширина проезжей части будет выделена горизонтальной дорожной разметкой и будет предназначена для стоянки автомобилей. Работы на этих улицах займут несколько дней. По улице Комсомольской одностороннее движение будет организовано в направлении от улицы Радюка до улицы Островского. Движение будет осуществляться по правой стороне проезжей части дороги. При этом в левой части со стороны рынка будет организована парковка под углом 45 градусов к бордюрному камню. По улице Интернациональная одностороннее движение будет организовано в направлении от улиц Островского до улицы Радюка. Вблизи государственного учреждения образования средняя школа номер 11 города Лида, улица Интернациональная, будет дополнительно организована зона высадки-посадки учащихся с разрешенной стоянкой для автомобилей. Необходимо отметить, что движение будет осуществляться по левой стороне проезжей части дороги. При этом в правой части со стороны детского сада будет организована парковка вдоль бордюрного камня. По улице Радюка одностороннее движение будет организовано в направлении от улицы Интернациональная до пересечения с улицей Комсомольская. Движение будет осуществляться по правой стороне проезжей части дороги. При этом в левой части со стороны рынка будет организована парковка вдоль бордюрного камня. Убедительная просьба водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки и изменившийся порядок движения транспорта вблизи рынка. Продолжаем выпуск. Уборочная кампания набирает обороты. По Гродненской области на сегодняшнее утро было намолочено почти 240 тысяч тонн зерна. А тысячный рубеж по намолоту преодолели более 10 экипажей комбайнов. Растет каравай и в Лицком районе. Сейчас он весит 8 тысяч 240 тонн. И это при том, что убрано в регионе 17% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Урожайность на сегодня составляет 26,5 центнеров с гектара. Сотрудники Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям осуществляют контроль соблюдения пожарной безопасности во время уборочной кампании. В эти жаркие дни они ежедневно на полях, зерносушильных комплексах и зерноскладах. Их задача – проверить соблюдение всех необходимых норм пожарной безопасности на сельхозпредприятиях. В первую очередь такие рейды направлены на предупреждение пожаров на объектах сельского хозяйства и гибели на них людей. Сотрудники Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям во время жатвы ежедневно выезжают на поля сельхозпредприятий в начале рабочего дня, чтобы убедиться, что вся техника подготовлена к безопасной работе. На поле, где работают комбайны, обязательно должна быть водоподающая техника, приспособленная для нужд пожаротушения, а в транспорте в наличии – огнетушители. Так, в комбайне должно быть два порошковых огнетушителя по 8 литров, две лопаты, две швабры, противопожарное полотнище размером не менее 1,5 на 1,5 метра. При осмотре техники особое внимание спасатели уделяют наличию и исправности средств пожаротушения, обучению водителей по программе пожарно-технического минимума, проведению противопожарного инструктажа, а также знание алгоритма действий в случае нештатных ситуаций. Сотрудники Лицкого отдела по чрезвычайным ситуациям всегда на чеку. Но сами аграрии также должны знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации и суметь затушить пламя. Ведь сухая растительность может сгореть за считанные секунды. Работников полей инструктируют сотрудники РУЧС. Также посещая сельхозпредприятия, они вручают брошюры с правилами пожарной безопасности. К счастью, в нынешнем сезоне жатва в Лицком регионе обходится без происшествий. Все сельхозпредприятия оснащены необходимыми средствами пожаротушения. Однако небольшие недочеты все же есть. В ходе рейдов основными нарушениями правил пожарной безопасности явилось недостаточное наличие первичных средств пожаротушения и отсутствие искорогасителей на уборочной технике. Сотрудники МЧС регулярно доводят до персонала субъектов все необходимые мероприятия по исключению причин и условий, способствующих возникновению пожаров и указывают на устранение нарушений в кратчайшие сроки. В хозяйствах стараются соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь крайне важно, чтобы собранный урожай остался в целости и сохранности. В сельхозпредприятии Можейкова к уборочной компании готовились серьезно. На балансе хозяйства 11 комбайнов, две водоподающие машины и одна пожарная. Это единственное сельхозпредприятие региона, в котором есть своя пожарная машина. Вся техника исправна и имеет средства пожаротушения. К уборочной компании мы готовимся с особой ответственностью. У нас постоянно на поле присутствует пожарное прикрытие, бочка с водой или собственная пожарная машина, которая имеется в хозяйстве. Также имеется трактор с клубами на каждом поле, где проходит уборка. Каждый комбайн, каждый трактор, каждая машина укомплектованы огнетушителями, всеми средствами пожарной защиты, которые необходимы на случай возникновения каких-то нештатных ситуаций. Работники Лицкого отдела по чрезвычайным ситуациям, помимо техники, работающей на полях, проверяют также склады и зерносушильные комплексы. Там они следят за соблюдением противопожарного режима работниками и должностными лицами, наличием первичных средств пожаротушения, исправностью автоматики управления зерносушилками, а также следят, чтобы люди знали, как вести себя в случае пожара. Ведь важно, чтобы полевые работы прошли без чрезвычайных ситуаций, а урожай остался в целости и сохранности. В воскресенье 25 июля команда футбольного клуба «Лида» провела матч 15-го тура чемпионата Республики Беларусь в первой лиге. В городе подопечные Сергея Петрушевского выявляли сильнейшего в противостоянии с Дзержинским арсеналом. Встреча с одним из лидеров первенства прошла в упорной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев. Однако первыми отличились футболисты «Лиды», когда на 25-й минуте встречи Василий Василенко удачно замкнул прострел во вратарскую арсенала при розыгрыше штрафного удара. Еще до перерыва хозяевам удалось отыграться в голевой удар на счету Дмитрия Осипенко. Во второй половине встречи «Арсенал» усилил натиск на ворота «Лиды», но все попытки соперника выйти вперед разбивались о надежную игру наших земляков в обороне и Андрея Агапова на последнем рубеже. Итоговый счет 1-1. С 13 баллами в активе футбольный клуб «Лида» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. В Беларусь пришел очередной период жаркой погоды, который ожидается чуть менее интенсивным и продолжительным, чем первый и второй. Метеорологи предполагают, что на этой неделе в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха в ближайшие дни превысит отметку в плюс 30. Будьте предельно внимательны во время отдыха у водоемов и помните о правилах безопасности на воде. А наш выпуск на этом завершен. Подробный прогноз погоды на завтра сразу после информационной программы события. Я же прощаюсь до завтра. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова